На ней обнаружили 160 отверстий от пуль и осколков. Шинель генерала-майора Глазкова, командующего 35-й гвардейской стрелковой дивизией, ныне хранится в музее-панораме «Сталинградская битва». Комдив погиб после одного из ожесточенных боев в сентябре 42-го. События 80-летней давности восстановили на главной высоте России. Реконструкцию боя провели в рамках шестого всероссийского слета патриотических клубов и объединений аграрных вузов «Родная земля». Он посвящен 55-летию мемориального комплекса героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. С места событий Илья Власенко. Василий Глазков – мужественный десантник, заботливый командир. Патриот своей родины и его имя известно многим жителям Волгоградской области. На территории Волгоградского аграрного университета в сентябре 42-го года шли ожесточенные бои. На месте, где сейчас стоят учебные корпуса вуза, под руководством генерала-майора Василия Глазкова сражались воины 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее сформировали на базе 8-го воздушно-десантного корпуса. Генерал Глазков постоянно был на наблюдательном пункте. В те дни он забыл про отдых и сон. Вместе с однополчанами понимал – враг не должен пройти. В тот день после атак фашистов поступы к окопам его бойцов были завалены убитыми гитлеровцами. Несмотря на ранения, Василий Андреевич не покидал командный пункт и потерял много крови. При эвакуации с поля боя был убит. Героический поступок генерала и его последний бой воссоздали реконструкторы из нескольких регионов России. Организаторами военно-исторической реконструкции стали руководства, преподаватели, сотрудники и студенты Волгоградского государственного аграрного университета. Совместно с агентством Росмолодежи, с Роспатриотцентром администрации Волгограда и администрации Волгоградской области участвовали в гранте, в конкурсе, выиграли этот грант и практически весь 22-й год готовились к сегодняшнему мероприятию. У нас получилось, мы этим гордимся и хотим всем сказать, что Россия, она непобедимая, она единая и мы свою отчизну любим. Для передачи деталей боя его организаторы изучали архивы, чтобы использовать орудие и технику того времени. Форму пошили специально для реконструкции. Участие в реконструкции принимали и преподаватели аграрного университета. Мы согласились показать своим студентам, так как мы являемся преподавателями, о том, что мы также не стоим в стороне и очень патриотичны в отношении своей родины. Мне объяснили наши реконструкторы о том, что нужно было поднять своих бойцов в последнюю атаку, понимая о том, что мы с ней не вернемся. Зрителями грандиозного зрелища с использованием пиротехники, оружия, боевой техники времен Великой Отечественной. Стали сотни гостей – взрослые и дети. И при помощи такого инструмента дети, молодежь активно вовлекаются, изучают эту историю. И реконструкция является неким верификатором кино, фотосъемки, профильных спектаклей. Поэтому это очень хорошая форма для работы с детьми и молодежью. В завершении реконструкции зрители не сдержали эмоций и подарили реконструкторам громкие овации. Очень хорошо сделали. Молодцы ребята. Отдельное им спасибо. Спасибо организаторам. Удивлены просто масштабом. Просто все взрывается, куски земли отлетают. Прямо это было удивительно. Прямо неожиданно. Ну то есть я не думал, что реконструкция дойдет до такого масштаба. Участники военно-исторической реконструкции показали зрителям героизм Василия Глазкова и его бойцов. Для многих эти эмоции запомнятся надолго. По-новому посмотрела на все это. Вживую совсем по-другому видится. И очень спецэффекты порадовали. Впечатлений очень много. Во-первых, увидели своими глазами. Не в книжке прочитали, а вот воочию. И очень переживали, потому что видели, что у наших бойцов сначала было поражение. Потом все-таки они смогли, осилили и виден весь дух нашей армии. Слава высочайшей стойкости духа бойцов 35-й гвардейской стрелковой дивизии дошла до наших дней. Подвиги наших воинов стали символом непобедимости и бессмертия. Илья Власенко, Виталий Грищенко. Время новостей.